Всем привет, я Слава Бев, за сегодня вот такой вот будет ракурс, потому что в моей комнате ну места почти уже нету, у нас сейчас как бы ремонт идёт, поэтому будете слышать дрель и в общем вот такая вот посылка, это квадрокоптер Tarantula X6 по размерам, вот он 10-дюймовый нетбук то есть сюда его 3 штуки, 4 влезет вот такие вот размеры посылки, стоимость 54,49$ голубой цвет, это у нас Tarantula X6 квадрокоптер получается 0.4 на 6 отправили, 0.4 на 29 я её получил и сейчас у нас 0.5e какой-то там сейчас скажу, сейчас у нас 12 мая, в общем я его распаковываю потому что я ждал свою экшен-камеру, чтобы его облетать поэтому мы сейчас откроем его, я сейчас его распакую и распакую вот эту всю мелочь, которая ему принадлежит и так поехали вот она сама Tarantula, у них какая-то новая упаковка давайте сейчас и мелочь распакую и посмотрим, что тут и так, давайте быстренько по мелочи пробежимся, здесь у нас находится мешок чтобы вы аккумуляторами, либо аккумуляторами не спалили себя и свою квартиру он должен работать, ну типа, если вдруг аккумулятор загорится, то он вас как-то спасёт ну я взял его чисто для переноски аккумуляторов этот квадрокоптер, кстати, я его избавлюсь от него хочу заказать X8 квадрокоптер, сумма X8 для съёмок и вот в нём, вот в этом мешке я уже буду переносить аккумуляторы а этот я взял чисто на тест, то есть чисто поиграться потому что я заказывал 4 аккумулятора точнее, плюс 3 аккумулятора мне их не отправили, моторы также не отправили поэтому вот то, что есть, то, что и то есть поэтому, в общем, я его хочу быстренько от него избавиться Здесь у нас вот такой вот мешок на липучке, также здесь пищалочки, то есть, когда разряжается аккумулятор, они пищат, тут кнопка, переключается всё это. В общем, можете посмотреть обзоры, там до 8 банок поддерживают. Здесь у нас шестерёнки, они, кстати, да, они не масляные, вот эта коробка, которая была примята, вот такие вот шестерёнки, здоровые, честно говоря. То есть, по сравнению с X5C, то есть, они очень даже огромные. Вот X5C, сумма. Так, следующая это зарядка для... без переходника, кстати. Вот такая вот зарядка, ну, я думал, что я возьму ещё аккумов, но оказалось, что аккумов нет, но, в принципе, и можно заряжать любой аккум, то есть, тут балансировочный разъём. 7,4 вольта, 800 мА, вот такая вот зарядка, провод хлипкий, зарядка сама такси, оно, наверное, тоже самое дешёвое. И давайте уже саму Тарантулу откроем. Такая вот коробка, презентационная, там, на подарок, все дела. У нас шестерестабилизация, 2,4 ГГц, 360 повороты, понятно. Есть также, как он называется, Hellas Mode, двухбаночный аккумулятор на 1200 мА, подсветочка, яркий внешний дизайн, да и вообще коробка классная. Всё там видно. Давайте откроем сейчас, посмотрим, что там есть. Так, вот такой вот квадрокоптер, Тарантула X6, здесь какая-то деревяха какая-то, всё вот так вот упаковано, такая вот штука. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть сама Тарантула, у неё просто огромнейшие винты, я не ожидал, что они настолько будут огромные. Я сравнил с X5C, такие вот, короче, на пульт у нас мякушки, отвёртка с такой вот штукой, ну, чтобы было удобно закручивать, в общем. Дальше, ноги, чтобы подвесить камеру, ноги выполнены из какого-то материала от судочка, честно говоря, они какие-то очень уж хлипкие, ну, ладно. Не буду придираться, в принципе, ноги я не буду использовать. Аккумулятор двубаночный, приятный, 7,4 В, это 1200 мА. GRST этот разъём, вроде называется, провода мягкие, вроде даже силиконовые. Дальше, это у нас, как бы, сейчас покажу, что это, вываливается уже. Защита вот такая вот здоровая, давайте я рядом X5C положу сюда. Такая вот здоровая защита, крепится на кучу винтов, но я её использовать не буду. Так, дальше пульт. Вот такой вот пульт, приятный пульт, приятно держать, хотя он немножко скользкий, в отличие от X5C, питается 6 пачками батареями. Я буду использовать 4 аккумулятора и 2 батареи, потому что мне так и не доехали ещё аккумуляторы, 6 штук я заказывал. Такая вот, она смешная, маленькая. На самом деле, она меньше, чем те, которые в всяких там Wi-Fi приёмниках, поэтому будете это знать. Тут у нас кнопки, то есть, для флипов и кнопка переключения расходов, Headless режим или возврат домой, что-то такое. Видеозапись, подсветка, триммеры. Ну, вообще, ну так себе аппаратура, по сравнению с аппаратурой X5C, это я уже ему антенну, ей антенну приделал. То есть, вы видите, какой здесь ход стика. Здесь он, конечно, плавнее отлетает, но здесь, здесь очень маленький ход, напоминает мне вертолётную аппаратуру от самых дешёвых китайских ИК вертолётов. В общем, ну, в принципе, ходит мягко, то есть, нигде не застряёт, потому что, ну, тут есть проблема с застряёт, но это она позже появилась. В общем, белая красивая аппаратура, сейчас мы её позже зарядим аккумуляторами, и давайте уже посмотрим саму тарантову. Она просто огромнейших размеров, ребята, вот эти вот винты, я просто в шоке. Вы посмотрите, эти винты, они просто помещаются в руку, с чем сравнить. Вот, в общем, мой телефон 5 дюймов, вы посмотрите, насколько огромные винты, они прям, ну, дюймов так на 7. В общем, просто огромнейшие винты, я не ожидал, что они будут такие огромные. Сам квадрокоптер тоже, материал так себе. Дизайн. Я заказывал не синий, а голубой, но, видать, это и есть голубой, потому что... Да, в общем, это и есть голубой. В общем, вот такой вот квадрокоптер. Давайте его сейчас я... Да, тут, кстати, надо откручивать, когда ставите аккумулятор, но, в принципе, можно это не делать. Вот эти штуки у нас прикручиваются вот сюда. И они нужны, чтобы вы видели, как светят у вас светодиоды. Светодиоды здесь 3,5 мм стоят. В общем, давайте сейчас сравним. Вот X5C. Так, это отложим. Там еще есть, кстати, вот X5C, а вот Тарантула. То есть, вы видите, какой размер. То есть, один только винт от Тарантулы, ну, почти... Это полторы X5C. Да, вы видите, то есть, насколько это все очень круто и большое. Да, в комплекте также мята инструкция, которая нам неинтересна. И еще я тут забыл. У нас еще тут есть... Винты. Ну, в общем, винты. Винты. И все. И тут зарядка. Тоже не буду открывать. Зарядка. Ничего интересного. Давайте я сейчас соберу. Мы крутанем эти винты и пойдем уже в поле пускать. Также я заметил, что нету здесь кнопки on-off. И, как видите, сама аппаратура с подсветкой. Здесь у нас показывается все. Ну, в общем, все как надо. Повороты. Вот только я не вижу повороты поворотов. Так, в принципе, здесь все видно. Заряд батареи типа антенна. Экран такой втопленный. И он как будто без пленки. Да, он без пленки. Здесь у нас подсветка. Ну, в общем, давайте сейчас на квадрокоптере нету кнопки включения. Поэтому давайте включим аппаратуру. После чего подключим аккумулятор, чтобы у нас случайный квадрокоптер не улетел в потолок. Очень яркая подсветка. Так, это все туда запихивается. Сейчас. Вот, в принципе, не очень-то и сложно запихивается. Так, пробуем закрыть. Вот, я закрыл. То есть, в принципе, можно не закручивать. Но я, наверное, закручивать не буду. Потому что неудобно это все. Итак, вот она сама тарандула уже светится. Она вот так вот будет крутиться без своих ног. Давайте сейчас попробуем взлететь. Делаем привязку стандартную. Так, тут давайте по аппаратуре подсветку включить-выключить. Фото, видео. У меня нету камеры. Это у нас флипы. Это расходы 60, 140. На 40 сейчас взлетим. Сейчас я его разверну. Тут уже ж моща. В общем, он очень сильный. Я прям почувствовал, как он взлетел. Он здоровый. Поэтому я его не буду здесь пускать. Сейчас я... Сейчас мы пойдем на улицу. В поле полетаем там минут 5. Я думаю, это будет достаточно для распаковки. Как видите, отлетел отсек. Но он, наверное, будет без проблем сюда остановиться. В общем, сейчас мы пойдем в поле. Возьмем экшн-камеру. На бошку мне прицепим. И полетаем. Ну да, повреждений я пока что не вижу. В общем, все. Идем в поле. Летать на нем. Пауз. Вот сюда засунул переходник. Это переходник. Он вот тут. Тут все скотч, тут все липкое. Вот его зачем все засунули в этой вот упаковке от квадрокоптера? Как мне его теперь достать? Ну вот достал. Получилось вот так вот. Итак, находимся на стадионе. Такой стадион. Пишу сейчас с головы. Хочу полетать сначала на 7х5ц, а потом завести Тарантул. Поэтому я сейчас выложу комплект X5ц. Вот он. И, в общем, полетаю на нем. Вы уже увидите полеты на Тарантуле. Я вам просто скажу, как это все отличается. Итак, давайте готовиться к запуску нашей Тарантулы. Я уже ноги прикрутил. Вот эти штуки крепить я не разобрался. Давайте сейчас подготовимся. Сегодня у нас ветер 2 метра в секунду. И 19 градусов, но парит ужасно. Так, что делаем? Сначала включаем аппаратуру. После чего включаем аккумулятор по плюс-минус. Дальше все это вот так вот туда запихиваем. Закрываем по желанию и прикручиваем крышку. Но, в принципе, ее не обязательно прикручивать. Ох, и жарко. Так, у меня она не очень хорошо входит. Туповато закрывается. В общем, все, мы закрыли. Теперь ставим на землю. У нас вперед эта красная подсветка, но ее видно не будет. Так, аппаратура. Значит, подключаемся. И сейчас будем лететь. Пошли сюда. В общем, отсюда востартанем. Там камера. Камера все видит. Окей, вот наш квадрик. Сейчас мы его включаем. Сейчас он летает плавно. Это у нас сороковые, наверное, расходы. Солнце. Солнце мне мешает. Есть тяга. Да, хорошая тяга. Повороты по рузуру что-то медленные. Так, сейчас я сяду. Так, расходы у нас... Как это тут расходы? 60, 100. На сотых расходах сразу. Поехали. О, вот это мощь. Смотрите. Неплохо летает, да? Давайте его опустим. Пока солнце, я такой небольшой пролет, потому что мне еще нужно привыкнуть к нему. Что-то его тащит в сторону. Но он, в принципе, достаточно мощный. После X5C-SIMY он более мощный, чем X5C. Высота у него также должна быть хорошая. Давайте пробуем флипы. Что-то мне не дает флипы делать. Не знаю чего. У нас небольшой ветер. Он мне немножко не нравится. И большое солнце. В общем... Летает он быстро. Это мы сейчас идем против ветра. И мне кажется, он уже разряжен, потому что он не мигает. Поэтому, наверное, пора его будет садить. В общем, я думаю, для распаковки... Опа! Грохнулся. Грохнулся. И, в принципе, ничего такого не отлетело. То есть, отлетела вот только вот эта крышка. Ну, ладно. Не страшно. В общем, я думаю, для распаковки достаточно. Квадрик поинтереснее, чем X5C. Значит, отключаем его. Просто вынимаем аккумулятор. И ставим его обратно. Все. На сегодня достаточно. Если кому-то интересен обзор, пишите в комментариях. Постараюсь сделать обзор. Постараюсь рассказать все, что об этом квадрике знаю. На этом все. С вами был Дисабьеза. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. В общем, всем пока. Что ж ты не закрываешься? Ай, ладно. Аккумулятор в руках понесу. Кто еще тут запутался? Все. Домой. Аккумулятор в руках понесу. Аккумулятор в руках. Аккумулятор в руках понесу. Продолжение следует...